Девушки отдыхают Время правления Людовика XIV На один вечер концертный зал стал резиденцией французских королей В фойе царит атмосфера барокко Русские борзы и бриллианты Ася на этом празднике не случайные гости В свое время за таких собак могли отдать целую деревню Вот и королю солнцу эти питомцы наверняка пришлись бы по душе Собаки вполне могли быть как дар русского царя своему собрату европейскому государю Во Франции при Людовике XIV расцвет абсолютной монархии Богатый двор, аристократические забавы Ну как отказать себе в удовольствии и не сделать фото в окружении свита короля Прекрасно, мне очень нравится, мне здесь очень уютно Омская филармония раскрывает тайны Версаля И предлагает насыщенную интерактивную программу Кто-то мастерит карнавальные маски А кто-то постигает азы необычного языка Учится говорить с помощью веера Ведь каждый жест дамы на балу что-то означал Например, когда дама губы прикрывала закрытым веером Это означало просьбу замолчать И быть осторожным Говоря о том, что за нами могут наблюдать Когда дама делала взмахи к себе Смотря на определенного кавалера Она таким образом намекала, что хочет с ним танцевать Людовик XIV обожал танцевать Он создал Королевскую академию музыки и танца Сам ежедневно брал уроки Участвовал в балетных постановках И выходил на сцену на протяжении 20 лет Чем примечателен вообще барочный танец? Это, как любят нас говорить на занятиях Большие 18-ти вечные понты Кружева, корсет, шнуровка, пудра, парик Очень натянутая пластика Очень такая балетная-балетная Сломанное запястье, тянущийся носок, вывернутая нога Вычурные чекуны и концерты почти 300-летней давности Солисты Новосибирского театра оперы и балета Эксперты в области старинной классики Барочные произведения прочно закрепились в репертуаре театра Вырос интерес именно к антетичному исполнению Проводят исследовательские работы Изучают старые документы, труды И стараются воссоздать именно исторически верное звучание Это и касается музыкальной артикуляции, музыкального языка Приемов игры Барочную музыку невозможно представить без клавесина с его хрустальным звуком Играть на этом старинном инструменте может не каждый пианист Ирина Немова – мастер своего дела Но на гастролях в Омске ее ждал настоящий сюрприз Клавесина у вас двухмануальная Это была для меня немножко неожиданность Я на таком не играла никогда Вот этот регистр очень низкий Этот повыше Имеет более яркий звук, более пробивной И там, где ребята спускались в нижний регистр Я пыталась сегодня его задействовать Но главный подарок эпохи барокко – это опера В программе произведения Вивальди, Генделя, Пергалези, Телемана Многие из которых не только никогда не звучали при Версальском дворе Но даже не были написаны в эпоху Короля Солнца Впрочем, это ли важно, если музыкантам удалось главное – Показать всю красоту эпохи барокко Остановка, с которой сегодня всем по пути Назад в прошлое Машиной времени становится трамвай Маршрут номер 8 – стоп-кадр этой недели Они не пассажиры, а экскурсанты В их распоряжении целый трамвай, чтобы отправиться В путешествие по Омску столетней давности Осторожно, двери закрываются Поехали Экскурсия начинается там, где раньше не было городской жизни Шесть верст до города За окном Ленинский рынок Бойкая торговля здесь шла еще в 19 веке Неудивительно, с одной стороны порт, с другой вокзал Рядом площадь Серова, которую до революции называли Карлушка Дело в том, что поезда часто делали здесь спецостановку Чтобы подбросить в город сына начальника станции – Карла Едем дальше 16-й военный городок Место, куда путь долгое время был закрыт Почему? Военная тайна Зато давно не секрет, что происходило в стенах этого здания Бывшая табачная фабрика во времена Колчака стала типографией Здесь были отпечатаны деньги, не обеспеченные золотым запасом Деньги ходили почти полтора года на огромной территории Они ходили на территории вплоть до северо-западной части Китая И Дальнего Востока имели хождение эти деньги Поэтому это вот один из брендов Больше ни в одном сибирском городе госзнаков не печатали Тихим ходом и без заторов на пути из века XIX в XX промышленная часть Омска Во время Великой Отечественной здесь выпускали ракеты, танки и самолеты И отправляли на фронт Тогда директором полета был первый герой Советского Союза Анатолий Лебедевский Трамвайные пути – словная линия жизни Омска По дороге исторические факты, городские мифы Я просто открыла карту схему трамвайного движения И я поняла, что просто на базе этой карты маршрутной Можно сделать экскурсию Потому что она будет включать в себя все И там какие-то исторические подробности И интересные вещи И о городе, и о производствах, которые размещены в городе Экскурсия длится полтора часа И не минуты молчания Каждый отрезок пути организаторы экскурсии Сопровождают невыдуманные истории И даже для тех, кто ездил по этому маршруту всю жизнь Трамвайное путешествие стало открытием Я вообще все новое узнала Вот просто все новое Наш город просто сновья у меня открылся Мне очень понравилось Столько любопытных фактов Я понял, что о городе сто лет назад Я вообще не знал ничего И даже не представлял, что могли такие изменения произойти за сто лет Взглянуть по-новому на Омск из окна трамвая Можно раз в две недели Главное успеть занять место А ведь интересным может быть путешествие не только на дальние берега Но и в прошлое родного города Одолень трава разрослась в стенах Омского областного музея имени Врубеля В экспозиции новой выставки представлены образцы популярных художественных промыслов России Самые интересные экспонаты в нашей рубрике ТОП-3 Знакомьтесь, Жостовская роспись В 19 веке мастера деревни Жостова масляными красками создавали цветочные поля на полотне кованых металлических подносов В основе узора мелкие цветки и крупные соцветия Нераспустившиеся бутоны и зеленая листва Рисунок покрывается лаком После чего произведение искусства уже можно использовать в быту Подносы славились крепостью, чистотой, прозрачностью своего лака Смело ими пользовались, ставили и самовары, и чашки с горячим чаем И в общем-то ничего с этими подносами не происходило, не случалось Эко-игрушка Деревянная, резная, некрашенная И в век гаджетов дети не теряют к ней интерес Богородская игрушка Промысел родом из поселка Богородская, близ Сергеева Посада Причудливые фигурки создаются из мягких пород дерева, например, липы или осины Главная особенность в том, что они подвижные Ну а визитной карточкой богородского стиля стали кузнецы Эту игрушку придумали больше 300 лет назад Фактура дерева, магия дерева, тепло дерева, оно удивительно И в принципе, мы же видим, вот смотря на этого медведя, на этих мишек замечательных Мы же просто, вот я вижу, как мастер взрезает это дерево, как оттачивает Это очень важно, что вот такая традиция чистого дерева, чистой такой деревянной игрушки Она дошла вот до сегодняшнего дня Причем не просто в целости и сохранности, но и пользуется огромной популярностью Сегодня играть в бирюльки значит заниматься пустяками Но наши предки так не считали Бирюльки – настольная игра из прошлого, в 18 веке популярная у крестьянства А позже – семейное и даже светское развлечение 19 века Эксперты утверждают, что эта игра куда сложнее современных Подумайте сами, из огромного количества миниатюрных предметов Маленьким крючком достать всего лишь один При этом не потревожив остальные Не каждому удастся Считается, что игра в бирюльке прекрасно развивала мелкую моторику и смекалку Первые самые бирюльки – это просто были палочки с дырочками и крючочки То есть они не обязательно изначально имели такую ровную, идеальную форму Но потом, когда уже со временем развился промысел То, конечно же, из остатков производства, из деревяшек, которые были маленького размера Чтобы все шло в дело и стали изготавливать такие игрушки В музее ждут гостей всех возрастов А для детей даже специально подготовили программу В которую входит не только рассказ об увлекательной истории экспонатов Но также игры и рисование Побывать на выставке «Отдолень трава» можно будет до 30 июня Сегодня о своем свободном времени рассказывает актер театра и кино Обладатель премии «Золотая маска» Народный артист Российской Федерации Михаил Окунев Мне нравится, например, посмотреть какую-то спортивную передачу Это отвлекает от работы Мне нравится полежать на диване с книжкой Это тоже очень хорошо и приятно А больше всего мне нравится все-таки общение с природой Потому что ничто так не расслабляет Не дает возможность медитировать, как общение с природой Постоять у речки, посмотреть на небо Увидеть восход или закат Это же так приятно Допустим, вечером выйти из дома и пойти прямо на берег реки И прогуляться Это начиная, допустим, от Ленинградского моста И заканчивая Старой крепостью Зима наконец-то приблизилась настолько, что ходоки уже прошли за стену Должен ли пасть Вестерос? Первая серия последнего сезона «Игры престолов» в Апсентаморе «Берег истины», «Второй причал» и лучшее концертное шоу в стране Легендарные Шура и Лева Би-2 сыграют с симфоническим оркестром В середине недели в Омске выступит гранд-оркестр «Маэстер Жустафре» с программой «Поля Мария» Самый ожидаемый фильм ужаса в следующей неделе «Проклятие плачущей» Призрак матери, погубивший собственных детей, ищет новых жертв В Конгресс-холле обсудят экологический и сельский туризм И расскажут, как Омская область может привлечь отдыхающих В субботу в музыкальном театре кофейная кантата Ароматная фантазия на музыку Иоганна Себастьяна Баха Да еще и с дегустацией Ароматная фантазия на музыкальном театре Ароматная фантазия на музыкальном театре Ароматная фантазия на музыкальном театре Ароматная фантазия на музыкальном театре